Весенний день астрономии в этом году празднуется в субботу 25 апреля. Тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, включая публичные лекции, знаменитых космонавтов, телеконференции, совместные проекты, массовые показы звездного неба. В школах проводятся специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно продегустрировать космическую еду. О развитии астрономии в Одессе – следующий сюжет. Выпускники одесских астрономических кафедр работают по всему миру в крупнейших научных центрах. Наша задача – сохранить высокий уровень астрономической науки в Украине, говорит заместитель директора университетской обсерватории Николай Кошкин. Украина остается космической державой, она запускает, изготавливает спутники для себя и для других стран. Для себя меньше, потому что сами себе платить должны, а денег не хватает. Для других стран она создает спутники, создает ракеты, с помощью которых выводит в космос полезные нагрузки, опять-таки, для многих стран. После оккупации Крыма телескоп, который находится в селе Маяки, стал самым большим в стране. Теперь именно туда ездят на обучение одесские студенты. Ученые по всему миру стараются заинтересовать людей астрономией. Появлен специальный интернет-конкурс на учреждение названий будущих деталей на поверхности. То, что касается, допустим, Меркурия, ведь исследования проводились с американским космическим аппаратом, но все равно название присваивается научным сообществам. В весенний день астрономии ученые призывают людей обратить свои взоры к небу и отвлечься от будничных проблем.